скажу так мы некоторые вещи для матчмейкера сейчас как мы тестировали арту сейчас три арты чтобы меньше было в боях и мы на самом деле результатов хороших добились ну так для цифры скажу раньше было по ориентировочно там около 70 процентов боев на десятках с тремя артами сейчас вот ровненько 39 39 процентов и она стремится к 30 почему дело не быстро этот долгой система она обучается в зависимости от ситуации так далее не будем сейчас в это вдаваться здарова народ с вами варчик в этом видео поговорим про очень простую такую проблему но за которой люди перестают хотеть играть особенно на высоких уровнях в частности на десятом буквально играешь один-два боя и все ты больше играть не хочешь вообще и люди просто перестают играть и за все время сколько существует картошка самый большой показатель того что люди бросили играть в это это то что в игре существует арта плюс еще содержание боев неимоверно дурацкая что взаимосвязано наличие полного количества арты сколько его возможно в бою это самый яркий показатель того что бой уже будет кончен и если вы хорошо играете и едете активно играть скорее всего если в бою есть арта она просто не даст вам поиграть в игру из этого получается что люди просто стоят и ничего не делают и не могут нормально поиграть и жопа может загореться в двух случаях в одном ты получил конченый бой в котором просто даже не поиграл и вообще ничего не происходило в другом случае ты поехал играть и просто тебя артой весь бой поливали отчего тоже жопа сгорела самый яркий пример вот когда сидишь на гк и между боями делать нечего очень большой промежуток кстати про гк видос я тоже уже хочу сделать и тыкнуть картошки там где она как обычно обосралась и люди между боями на гк просто нажимают в бой и у всех от одного и того же горит жопа от арты у всех причем буквально сразу с первого боя со второго чуть-чуть поиграл все жопа сгорела и туда идти играть не хочется вообще и что самое интересное что в следующем патче огромном ничего с артой не произойдет а потом еще будет патч который с песочницы переведут на основу в нем арте еще снаряда там разных подобавляют от которых тоже будет гореть жопа это изменение на песочнице картошка готовила год или даже больше это она его еще не доделала то изменение которое они делают на песочнице она уже не имеет смысла уже нужно думать о чем-то следующем как улучшить игру но они даже это еще не нужное изменение еще его даже не доделали то есть в этом году мы будем ждать пока они его доделают потом ближайший год они сто процентов ни черта не буду делать потому что такие надо собрать статистику ничего не понятно что надо делать и только потом еще года два будут пилить новое говно какое-то поэтому ближайшие 3-4 года точно мы будем играть вот это вот мы будем играть в то что нас очень сильно бесит раздражает и многие хорошие игроки бросят играть в это по одной простой причине арта не дает просто играть в игру просто всегда к тому же на 10 уровне нужно примерно мне лично сыграть около трех часов чтобы получить один бой без арты при этом боя 2 будет с двумя артами или с одной и почти все бои будут 3 арты примерно по 8 по 10 боев у меня подряд на десятом уровне идет с тремя артами играть вообще не хочется при этом арта настолько сильно дамажит что ей достаточно рядом с лтшкой кинуть снаряд чтобы она получила неимоверно дофига урона не так давно ездил я резвился на лтшки светил арта попала рядом со мной в землю у меня 900 чем-то хп слетела это все мое хп было она меня убила просто попал рядом в землю это просто классно при этом члены экипажа умирают от арты очень сильно прям неимоверно очень далеко снаряд от тебя падает хп сносится около ста половина членов экипажа умирает арта настроена максимально раздражающе это самая раздражительная арта раньше она просто кино тебе снесла кучу хп если попала и все этот огромный сплэш не дает тебе возможность нормально уворачиваться от снарядов или занимать укрытие чтобы арта тебя не дамажило очень часто она может и через здание через скалы закидывать и просто стреляя по стенам наносить тебе урон и сплэшом с краю кидать и урон все равно будет наноситься то есть не спрятаться толком за укрытие никуда не когда ты на открытой местности едешь тоже увернуться тяжело потому что огромный сплэш плюс это оглушение и в это никто не хочет играть и тут уже не важно там арта водики много их немного что они там думают эти арта водики в это играть никто не хочет это никому не нравится вот и все эта вещь просто убивает желание играть люди бросают просто играть в рандом на 10 уровне нет смысла нажимать в бой вообще люди меняют уровень боя чтобы арты было меньше люди ищут сервера где арты меньше люди просто нажимают в бой один-два раза видят что много арты перестают играть вот в чем проблема и тут уже не важно как арту настроили приятно для артоводов неприятно много артоводов немного артоводов у меня вообще ощущение что в игре одни артоводы остались причем артоводы это больше частности люди которые ой что-то я поиграл на обычных танках мне чё-то надоело все время вот это вот попадание не пробил вот на арте кнопку нажал она там самой жопа не горит попал не попал урон все равно нанесся или просто подраконить людей потому что у самого жопа на обычном танке сгорела то есть ее настолько приятно настроили что люди просто с обычных танков переходят на арту чтобы просто не горела жопа и участвовать в бою было максимально легко и просто при этом от арты вообще жопа не горит на ней легко и приятно играть плюс еще лбз можно выполнять на арте подраконить людей которые хорошо играют и активно играют картошка сама создала такие условия чтобы люди переходили на тот класс техники который простой удобный и от него не горит и поэтому это арта которая вот получилась такая с большим сплэшем хорошим сведением точностью и соглушением стала очень приятной по сравнению с прошлой артой и люди сами начали на переходите играть и арты стало неимоверно много и те люди возможно которые раньше не играли на арте сейчас на ней играют потому что раньше нажимаешь на арте выстрел хрен пойми куда летит снаряд и сплэша у него большого не было а сейчас совсем другое и вместо того чтобы как-то утихомирить арту они просто добавляют ей кучку снарядов на песочнице зачем ей добавлять еще снаряды если у нее остается тот снаряд который мешает людям принципе принимать участие в бою и люди в это не хотят играть все осталось на месте они еще просто добавили вариативности новыми снарядами и все как это повлияет на то что люди которые играют под артой будут получать удовольствие от игры и не бросит и а это делается далеко вперед в будущее картошка не делает так что такие огромные патчи выпускает и всего лишь там на недельку и что-то новое добавляет картошка редко что-то нормально изменяет для нее такой патч это много лет готовится потом выпустить и потом еще много лет ни черта не делать поэтому на мой взгляд ближайшие пару лет отток хороших игроков которые хотят играть играть хорошо и активно и стараться будет еще больше сейчас только и слышно как люди бросили играть и заниматься чем-то другим поскольку не хочется уже играть под этой артой тем более когда у тебя почти все бои с тремя артами она забирает весь урон она не дает тебе играть активно и в принципе практически не дает тебе занять какое-то укрытие и вообще разыграть какую-то позицию а это топовый уровень десятый десятки нужны чтобы играть в клане на гк в укрепах в ранговых боях а в рандом на них не хочется выходить а это основной режим картошки как ни крути рандом по-прежнему остается основным режимом а в него не хочется играть а заходить время от времени во временно включенные режимы картошки я вообще не понимаю что это такое я должен по будильнику играть в картошку за рандомом нужно следить балансные правки танков должны выходить очень часто но разработчики ничего не делают дисбалансные танки существуют всегда ими не занимаются вообще какие-то куски говна по шесть лет не апнутые не понерфленные имбы ничего не происходит ничего не делается карты конченые с ними тоже ничего не происходит эти правки должны быть очень мобильные четкие быстрые их нужно делать постоянно картошка ничего не делает она просто выплюнула это все в кучу туда и варитесь там как хотите любой вопрос который не спросишь в техподдержке мы ничего не делаем там вот как люди сами в рандоме играют так оно там и происходит а нахрена вы нужны тогда разработчики если у вас все лагает все глючит ничем вы не занимаетесь ничего не работаете ничего не дорабатывать нахрен вы тогда нужны лучше пойти в какую-то другую игру где разработчики заинтересованы чтобы человеку было приятно играть в игру они просто там оно как-то само как сами люди там играют так оно и происходит с вами был варчик играть красиво всем пока